Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Citroen C-Crosser 2008 года выпуска двигатель 2.4, бензин вариатор, полный привод пробег на автомобиле 284 тысячи километров заменю на нем вернее, переберу на нем задние суппорта, ну и заодно сразу установлю новые колодки поднимаю автомобиль, снимаю задние колеса на улице у нас сегодня очень ветрено, поэтому в камеру иногда может звучать ветер очень сильно будет мешать шланг передавливаю сразу ослабляю штуцер откручиваю две направляющих головка на 14 хорошо, что крутится не знаю, что певauto шл guideline это услышала Asian шв шл ш ш ш ш ш смазки уже тут нету и тут смазки уже нету снимаю суппорт это коррозия из пашенька высыпается старую колодку снимаю ветер просто сносит откручиваю шланг на четырнадцать и немножко мою чищу очищаю весь суппорт также беру и вычищаю в скобе суппорта под направляющие я наверное даже я наверное сниму на месте вычищу ёршиками головка на 14 и и и и и и и всю эту грязь коррозию вокруг здесь где пыльничек садится все вычищу щеткой по металлу я всю грязь подбивал эти посадочные места под пыльники все очистил нету ни грязи ни коррозии теперь вычищаю направляющие это сделаю шуруповертом очиститель тормозной системы и брызгаю сначала в одну потом во вторую щетка на шуруповерте и вперед все это вычищаю если посмотреть поддеть все грязь собираю и потом существителем промыла и опять и опять как щит Продуваю. И получается вот такая чистая внутринаправляющая. Если не дочистили, еще раз дощищаем. А вот теперь чистая. И также чищу вторую сторону, а потом разбираю суппорт. Вторую сторону я тоже вычистил. Внутри все чисто. Одна и вторая. Ну а теперь разбираю суппорт. Ставлю сюда досточку. Штуцер я ослабил, но до конца не выкручивал. И выдавливаю поршень. Потихонечку, не спеша, пальцы не подставляем. Очень туго идет. Очень туго шел поршень. Весь закисший. Перчатки другие одену. Вытаскиваю поршень. Можно очистить, но пятна коррозии на нем тоже есть. Вот это раковины. Поэтому поршень будет меняться. Снимаю пыльник. Какая-то... Какая-то... Эмульсия. Надо всю тормозную жидкость менять. Тормозу буду менять. Но это уже отдельно. Снимаю. Снимаю манжет. Все промываю, продуваю. А потом посадочное под пыльник дремелем вычищу. Мою. Помыл, продув и увидел здесь стопорное кольцо от пыльника. Я пыльник так выдернул, не снимая кольца. Вот она. Ну, а теперь дремелем вычищаю вот такая вот насадка. И потихонечку, не спеша, вот эти места все зачищаю. Потом промываю. И продуваю. Также под... Там тоже грязь, там под манжету. Промываю. Очистителем. И продуваю. Помыл, продул. Беру ремкомплект фирмы Фрэнкит. 238-045. В комплекте идет пыльник, манжета, стопор пыльника, два пыльника направляющих. Демпфер на направляющую, но направляющую я отдельно взял, там быстрее всего тоже будет это все. Ну, и заглушка на штуцер прокачки. Пыльник. Пыльник эластичный. Хорошо. Так. Стопор, стопор. Надо разобраться как... А, все. Вот так вот стопор отсюда вставляется. Смазываю. Смазываю. Смазка Феби 31942. Манжет. И вставляю на место. Заправляем его. И проверяем, чтобы он встал правильно и его не развернуло. Ох, ветер не может успокоиться. Манжет стоит на месте. Теперь беру также обильненько смазываю пыльничек весь. Штафон у меня был весь в смазке. И вставляю пыльник в паз. Пыльник в паз вставляем, чтобы у нас вот эта манжета наружу открывалась. Ну, получается вот так вот. Все. Вот он. Пыльничек стоит. Даже беру его за край и проворачиваю в пазу. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Выдернул. Провернул и выдернул. Все. Пыльник сидит на месте. А вот теперь беру, вставляю стопорное кольцо. Вот так вот с краю завожу. И по кругу под пыльник его вставляю. И в конце мы здесь поправляем, чтобы оно у нас именно за пыльник зашло кольцо. Я делаю отверткой аккуратно. Можно взять деревянную или пластиковую лопатку. Беру фонарик, перепроверяю. Вот если посмотреть, у нас стопорное кольцо должно стоять за пыльником. Да, все нормально. Беру теперь поршень. Быстрее всего вот эта фирма Zekert BR 1535. Красивый, новый. Так, беру BR 1388. Это комплект направляющих. Даже смазка идет с направляющими. Но из всего этого комплекта нет нового штуцера прокачки. Поэтому штуцер прокачки старый. Беру, очищаю и закручиваю его. Штуцер я очистил, помыл, продул. Заворачиваю его на место. Сейчас объясню почему. Подтянул, сильно не надо. Я сейчас дуну сюда воздухом, не сильно придерживая поршень. Поршень я смазываю. Заворачиваю pearls. На질 yok никак не работает. Так. Заворачиваюeurs. algunos. Заворачивая 통отенера. Заворачивая 해�hui. Сально, lithomonyardket. И выставляя, так как бы и снять, и показать, направляю поршень, потихонечку поддуваю воздух, потихонечку. О, получилось. На коленке это, конечно, быстрее получается, но хотел на камеру показать. Все, пыльник на поршень я одел. Главное, сильно не дуть, чтобы не порвать пыльник. Пыльник целый. Еще хорошо, что этот пыльник стопором зафиксирован. А теперь потихонечку покручиваю, утапливаю его на место. Поршень сидит на месте, пыльник сидит на месте. Можно идти, суппорт устанавливать на место. Здесь сразу я смазку по горошине добавляю в одну и вторую. Потом еще на направляющие добавлю. Демпфер на направляющую одеваю. С демпфером у меня стояло, когда снимал верхнее направляющее. Поэтому ее верхнюю и поставлю. Демпфер одел. Беру направляющие. Идем, прикручиваем скобу суппорта. Пыльники в фрэнкит установлю. Здесь посадочная под пыльник тоже немножко с обоих сторон смажу. И дубить не будет. И грязь лишняя попадать не будет. Идем, устанавливаем. Наживляю и прикручиваю скобу. Идем, яик. Скобу притянул, теперь заворачиваю на место суппорт на шланг. Беру новые колодки. Новые колодки фирмы Саншинг, СП-2076. В комплекте идет, даже пескуны есть на внутренней колодке. Наружная колодка у нас вот этими направляющими вставляется в отверстие и пружины прижимаются. Одна, вторая и неправильно ставлю. Вот так должно быть. О, все. Достаю пескун один. Так, внутренняя колодка у нас так, набегать будет на песку. Вот сюда его одеваю. Устанавливаю колодку на место. И одеваю суппорт. Беру направляющую. Как я сказал, верхняя с демпфером была. Посадочная под пыльник немножко смазываю. Резьбу немножко смазываю. И демпфер немножко смазываю. Вставляем ее на место. Не хочет заходить. Тогда пока на нижнюю ставлю. На нижней также под пыльник маленько смазываю. Резьбу маленько смазываю. И вот эти вот проточки немножко смазываю. Вставляю нижнюю направляющую на место. Вставляю нижнюю направляющую на место. Вставляю нижнюю направляющую на место. Нижняя стоит. Из-под пыльника воздух выпускаю. Отвертку возьму. Аккуратно поддеваю. Воздух я выпустил. Пыльник стоит на месте, крутится. Ну а теперь сверху не разбираться. Демпфер настолько толстый, что не хочет залазить. Так, обожму его и попробую снова. Все. Все, захотел. Зашел. А теперь расслабляю шланг. Снимаю зажим. Открываю штуцер. И ждем, когда побежит жидкость. Где наша жидкость? Где наша жидкость? А, все, пошла жидкость. Видите, шланг нажимаю. Он как насос работает. Раз, жидкость пошла. Раз, жидкость пошла. Заворачиваю штуцер на место. Сейчас, в принципе, вот и через штуцер пошла. Подтягиваю. В принципе, сейчас у меня воздуха в системе нет. Жидкость не стекала. Воздух. Здесь у нас штуцер находится в верхней части суппорта. И вот таким самотеком я его прогнал. У нас сейчас при нажатии педали, педаль проваливаться не будет. Тормоза будут сразу. Аналогичным образом меняю, перебираю суппорт со второй стороны. Все точно так же. Показывать этого момента уже не буду. На этом замену тормозных колодок, а также переборку суппорта заднего я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Дзен. Все ссылки в описании под видео. Ну и также, прошу вас, заходите на Яндекс.Дзен, подписывайтесь, просмотры делайте. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр!